Киноактриса, ведущая актриса театра «Сатирикон», продолжательница актерской династии, приумножившая талант своих знаменитых родственников. Она уже успела завоевать признание публики и несколько кинонаград. Марьяна Спивак родилась в Москве в семье актрисы Екатерины Васильевой и актера, режиссера Тимофея Спивака. Бабушка Марьяны – популярная советская и российская актриса театра и кино Жанна Прохоренко. Всесоюзную и мировую славу и зрительскую любовь ей принесла дебютная роль в картине режиссера Григория Чухрая и сценариста Валентина Ежова «Баллады о солдате». Фильм получил более ста международных премий. С бабушкой у Марьяны были особые, очень близкие отношения. Она называет ее второй мамой и лучшей подругой. Дедушка актрисы, кинорежиссер, сценарист и кинооператор Евгений Васильев. Важным человеком в жизни Марьяны стала ее крестная мать Марина Левтова. Именно она убедила девушку в необходимости продолжить актерскую династию, в то время как сама Марьяна сомневалась в собственном таланте. Да и родители, которые не понаслышке знали, как непредсказуемо эта профессия, хотели, чтобы дочь поступила на факультет иностранных языков или факультет журналистики. В 90-е, когда российская киноиндустрия переживала очень непростые времена, и Васильева, и Спивак остались без работы. Тимофей Иванович позже ушел в режиссуру, набрал актерский курс в Институте современного искусства. Екатерина Евгеньевна и вовсе увлеклась иконописью. В настоящий момент она служит звонарем в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Стоит отметить, что когда Марьяна была совсем еще маленькой, родители развелись, но сохранили родственные отношения и даже жили недалеко друг от друга. К сожалению, в конце 2022 года Тимофея Ивановича не стало. Спивак до последнего не верила, что пройдет конкурс в театральный вуз, поэтому подала документы сразу в несколько учебных заведений. И была очень удивлена, когда узнала, что принять ее готовы сразу в три. Она выбрала школу-студию МХАТ. После получения диплома вошла в состав труппы театра «Сатирикон». На его подмостках она исполнила множество замечательных ролей и сегодня является одной из ведущих актрис театра. Свою первую роль в кино Спивак сыграла в раннем детстве. Она снялась в фильме «Деда. Пока гром не грянет». Стоит отметить, что картина получила восторженные отзывы зрителей и высокие оценки критиков. В сказке «Горе-злосчастье» режиссером, который выступил отец актрисы, она сыграла главную роль Василисы. Настоящая известность пришла к Марьяне после роли Жени Слепцовой. В фильме Андрея Звягинцева «Не любовь» картина получила несколько престижных наград. Успех подкрепили работы в фильмах «Шифр», «Эпидемия», «Напарницы», «Мать моего сына». Всего в кинокопилке актрисы чуть более 40 работ, и она активно продолжает пополняться. Спивак подчеркивает, что соглашается сниматься только в тех фильмах, которые сама хотела бы посмотреть. Со своим первым супругом, актером Кириллом Петровым, Марьяна познакомилась в стенах вуза. Однако студенческий брак продлился недолго. Вторым мужем актрисы стал коллега Антон Кузнецов. Они познакомились в театре. Пара вместе уже более 10 лет. Воспитывает сына Григория. Сегодня Марьяна называет себя по-настоящему счастливым человеком. Она востребована в профессии и счастлива в семейной жизни.